Я должен, если помните, друзья, мы с вами время от времени к этому подходим. И вот надо было в прошлом вебинаре на этом фотографии остановиться. Точнее, это фотография, но это и рисунок. Почему? Надо довести это до ума. Поэтому смотрите внимательно. Мы раз и навсегда должны понять, чего мы хотим. Дело в том, что я вынужден, может быть, опять еще несколько совершенно посторонних людей присоединиться к нам. Которая даже не знает, что такое корневая поросль. С этой корневой порослью можно вырастить корневой отводок. Видите, раз тут, обрезал. Но дело в том, что я бы не стал еще раз возвращаться. Ну, так получилось, что люди, которые обращаются ко мне. Вот представьте себе, два подряд это. А ваши сливы, а ваши вишни дают поросль? Я говорю, дают трубки. Пи, пи, пи. И проходит пара дней. А ваши сливы, ваши вишни дают поросль? Я говорю, дают. А как же на это? И только открытые. Да какое-то замечательно. Как это дают. Как-то вам повезло. Ти, ти, ти. Все. Я не нужен. Порослью не нужен. На всякий случай. Цитирую. Тут есть два варианта. Говорим третий. Поросль выразил неправильно. Вот здесь якобы люди. Ну, не прежно. По над землей. Раз. И опять вылезло. Опять муки. Так. А вот это, видите, вот штрих. Красные штрихи. Вот они, черточки. Якобы надо выкопать. Ну, при этом, конечно. Вот. А, кстати, вот эта яма. Да, вот я сейчас следите за курсором. Это яма. То есть выкопать, все оголить. И вырезать порцию. Больше делать нечего. Поверьте мне, что она появится. Ну, теперь вот с этого корня. Вот с этого корня. Никуда от нее не деться. Третий вариант. Оставить ее в покое. Смотрите. Ирина Александровна Савельевича. Вспоминайте. Вот. Вы у меня проходили практику. Мы взяли лопату. Одну на двоих. И пошли перерубать эти самые... Как их называть? Пуповины. Я их так называю. Вот это вот я называю пуповины. Не знаю, как по науке. Вот. У меня это пуповина. Я люблю новые эти самые термины. Еще увидите, как они хорошо расходятся в жизни. И вот у меня уже черенки черешни нарезаны. Вот. И, кстати, леточка упала. Видите, это вам подарить собрался. Вот это вот вишенка. И то потому, что она в тени почти. А вот эти будут все привиты. Пойдут черешни из вишни. И они будут перенесены. Уже, потому что здесь очень темное место. Но главное, это я хотел сказать, подчеркнуть. Что любой, кто бы их сейчас взял, чтобы уничтожать, я бы руки оборвал. Это самая ценная на свете вещь. Потому что мы еще будем это проходить. Варианты искусственные корни. Вспомните, сад на искусственных корнях в Белоруссии. Так. Ничего против не имею. Уважаю того садовода. Удобно. Выше не растут. Прекрасные саженцы. Ну, все-таки действительно век, короче. И опасность замораживания корней. Потому что они искусственные. А здесь такой же корневой отводок. Вот этот взять его, да. Вот. Не отрезать, а вот так вот. Вот. И у него получается, ну пусть нет центрального корня, но он как раз и нужен. Там, где центральный корень бред принесет. То есть близкое расположение гротовых вод. Так. И в то же время, он-то, морозостойкость невероятная. Так. И ниже еще кое-что покажу. Вот. Я все время вас агентирую за советскую власть. И это при том, что у нас, получается, наш круг уже все это знает. Вот. Ну, попался. Ну, вот не могу я пройти мимо такого замечательного рисунка. Итак, вариант первый уничтожить. Второй вариант, значит, правильно уничтожить. И третий вариант, оставить в покое, перерубить поповину и вырастить поколение, которое даст копию этого действительно уже точный клон, уже стопроцентный клон. Дальше пойдем. Еще не все показал. Ну, скромненькие абрикосы. У них корни бывают. Я специально по корням уже сколько показывал, да. Вот. Стоит только выкопать. Снова посадить. Даже особо не стараться. И еще на следующий год будет вот такое вот чудо. Потом, Лена Александровна, вы у меня в данном случае играете роль нескольких королей. Тут вам и, сами понимаете, супермодель. Вот. Как бы еще назвать? Мисс Красный Хутор, мелко. Мисс Сибири, уже нормально. Мисс Среди Садоводов Сибири, первая мисс, но, Среди Садоводов Сибири. Вот, пожалуйста, вот. Первый год, это было так. Был вырастен дичок, но двухлетка. Ну, дичок громко сказано, маджерский абрикос. Привит в расщеп. Так. Веточки взятые с взрослого дерева несплодовыми пучками. Посажен. После первого года капитальная обрезка. И вот на второй год. Вот это влияние корней. То есть, еще вариант с корнями. Поняли, да? Значит, те, которые клоновые. Я покажу вам их. Вот, корневые отводки. Сиенцы, но. Я никогда не... Есть плюсы и минусы. Однозначно ничего не бывает. Вот. Есть посадка на постоянное место. Прививка. И еще... Это еще пересаженный вот этот. Он еще пересаженный. А если бы не пересаженный? Вот. И у меня бывало за один год почти такие же вырастали. Когда не пересаженные. Так. Но детали веки в одной из книг. А потом пошли повторы с временными авторами. О том, что они автоматом делали. Посадил семечку. Вырастил сенец. Выкопал его. Отрезал. Ну, у нас получается лопата, она беспощадная. Специально не режем, но... А, не режет. То есть, отрезал. Снова посадил. И получил вот такие корни. Еще раз. Постоянное место. Так. И не надо нам никаких корней вышить. Но. Вынужденная мера. Вот такая. Двухлетка. Уже была пересажена. И получилась ровно по классике. С 19 века. Хотя, еще раз говорю. Лучше не пересаживать. Но питомник есть питомник. Понял.